Бог подарит удоставление всем, воскресив Его измертвых. Бог подарит удоставление всем, воскресив Его измертвых. Продолжение следует... 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 Тема «Бог подал удостоверение всех, воскресив Его из мертвых». В прошлой неделе мы изучали первую часть 17 главы. И сегодня продолжаем вторую часть. Возьмите на стих 13-14. Когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая его народ. Тогда братья проводили Павла до Афин, а Силла и Тимофей остались там, получив приказание, чтобы они скорее пришли к нему. Итак, Павел находится в Афина. Во здании их Павел проповедовал в Афина. И сегодняшнее слово – проповедь Павла в Афина. Благословляю, чтобы через его проповедь мы встречали воскресшего Иисуса. Прочтем стих 16. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Афины – это очень известный город в истории. Афины были столицей науки, искусства и философии эллинстического мира. Эллинстического – это хелленизм. То есть это центр хелленизма. В мире есть два течения философии. Одна течения – это хебраизм, называется. Вторая – это хелленизм. Вот это духовное по Библии. Ахелленизм – это гуманизм. На самом деле есть два течения философии. Есть. Это самое главное – два течения философии мира. То есть Афины были столицей науки, искусства, философии эллинстического мира. Они являются родиной Сократа, Платона, Аристотеля и многих философов и ученых. Все они оттуда. Без Афин мы не можем упоминать науки, такие как математика, геометрия, физика, которые являются основой знаний нашего мира. На самом деле все наши предметы, которые мы содержим, все оттуда. Знаете, даже слово «демократия» произошло в Завчине. Это был город интеллектуалов самого высокого уровня того времени. Однако этот город был полным идолом. Обычно идолопокурнство бывает в обществе викорей. Но там, где жило самое большое количество интеллектуалов, было самое большое количество идолов. Тогда, почему они попали в такую глупость? Человек является творением Бога. Аминь. И имеет пустоту, которая заполняется только величинностью. То есть только Богом. Поэтому, когда человек не знает Бога, ему приходится делать себе видимых идол. Поэтому, образованные люди, которые живут в современной цивилизации, делают себе разных идолов. Например, вы знаете, почему профессоры, ученые и очень образованные политики, тоже часто обращаются к гадалам. Они ходят к гадалам. Поэтому, гадальки, они всегда имеют деньги. Потому что, они хотят полагаться на кого-то. И еще интересное, смотрите, самая высокая технология. Япония. 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 Япония – это самый высокий уровень технологии. высочайший уровень. Ну, интересно и ирония, что в Японии самое большое количество идолов. Это вам понятно? Вы можете это понять? В каждом доме. Даже президент, депутаты, парламент, все вместе поклоняются ему. Каждый день. И это есть человек. Потому что, у человека есть такая пустота, которая заполнилась только Богом. И проблема студентов нашего времени также заключается в этом. Афиняне думали, что они самые бодрые люди в мире. Но, на самом деле, они были самые неведественные люди. Тем более, они не знали то, что они ничего не знали. Вот, Павел видел город, город Афиня, полного идола. Везде идол, идол, идол. И люди поклоняются. Хорошо. Тогда, почему Павел возмутился духом при виде этого города полного идола? Ведь они не знали ни Бога, ни Библии. Почему Павел тогда гневом, гневом возмутился? Об этом Павел сам объясняет в первой главе посланий к Римляне. Павел. 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 Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание тварений видимы. Так что они безответны. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог для них. Вы смотрите это слово 19-20 стих, да? Вот еще раз читайте. Давайте еще раз прочитаем, начнем? Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог для них. Ибо мы видим моего, вечная сила его, и множество, создание мира, честное, слава, и военнее, и видимо, так, что они безответны. Если мы глубоко подробно смотрим это слово, оно значит, что наша совесть видит Бога. Аллилуйя. То, что внутри у нас, то, что Бог явил, человек, это есть совесть. То есть наша совесть хорошо видит Бога. Но наша гордая природа мешает. Что мешает? Гордая природа. Наша гордая природа. Вот почему у человека бывает часто безбожный образ мышления. Думают, принимают, что без Бога. Это говорит о том, что это наша гордая природа. Знаете ли, почему у кого-то часто возникают гуманистические мысли, ропот, обиды и так далее. Нет Бога. Обрата жиления нет Бога. Поэтому гуманистические, ропот, обиды, это все. Это говорит о том, что в нем грешная природа побеждает совесть. Совесть видит, но грешная природа сильнее, поэтому все закрыто. Люди думают, например, он очень, очень чувствительный и очень легко полетит рану, очень легко обижает, потому что он слишком чистый. Это правда или нет? Это не чистый. Когда человек чистый, был горная, наборная пропасть Иисуса, там тоже написано. Если чистый сядет, убедит Бога, ужрит Бога. Аминь. Поэтому тот, кто часто это палручат, Абиды, Абиды, Абиджа, это палручат, аминь. Вот это. Это, 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 очень, очень, большой грешен. Очень, горный, Иисус. Мы всегда должны благодарить Бога и славить Его имя при любых обстоятельствах. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот так наша природа, грешная природа мешает, поэтому мы не видим Бога. Хорошо тогда, что происходит в результате, когда человек живет без Бога? Прошу, еще 21, 22, 23. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и обращилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и прислугающимся. Аминь. Это слово тоже, да? Надо хорошо смотреть. То есть, ну, как они познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили. Вот это слово, одним словом, что значит? Значит, если человек живет без Бога. Аллилая. Аллилая. Аминь. Если мы не прославляем Бога, и не благодарим Бога, это значит, я живу без Бога. Аллилая. Аллилая. Поэтому это слово значит, что когда человек живет без Бога, хотя он себя называет мудрыми, становимся глубже и очень быстро становятся идолы поклонника. это в конце двадцать трех частей. Результат это значит. Скажите, пожалуйста, камни, деревья, птицы, четверо Боги и прислугающиеся, могут быть нашим Богом и спасти нас? Нет. Могу или нет? Нет. Ай, кто-то из «да» скажет «да». Я ушел. Как человек, человек, да, который имеет образ Бога, как человек может обращаться к ним за помощь? «Дерево, помоги мне». Четверо Боги, которые, вот если так, они умирают. Легущие. «Дерево, помоги мне, а ты помогу, а как он может помочь?» Как нормальный человек, умный человек может обращаться к ним за помощь и спасение? Скажите, пожалуйста, деньги могут быть нашим Господом. Нет. Только всемогущий Бог, Творец, может быть нашим Господом. Аминь. 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 Аминь, который передал полный духовного гнева, рассуждал, Юдей, óixenung yon ward, чтучими Бога, ежедневно на площади их встречающими. Здесь площади не базар, это место, где философы каждый день собрались для дискуссий. И там Павел рассуждал, и Павел проповедовал. Но интересно, там никто не принял его. Знаешь почему? Потому что все приняли Павла тоже одним из философов. И оказывается они, то есть афиняне, и все иностранцы в них, проводят время только, только в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Каждый день они ищут что-то новое, что-то новое. Они постоянно впитывают новое знание и все. Но это ничем, ничем не помогает. Истапавель среди Ареопала. Ареопала, знаете что такое Ареопала? Пожалуйста. Это афинские, греческие, снегириумы. Похоже все. Павел среди Ареопала начал им проповедовать о Боге Творце. Я был там, в Греции, в Афине. Я видел один камень, два камня, и там он стоял и читал эту сегодняшнюю проповедь. Он проповедовал о Боге, им о Боге Творце, чтобы они оставили идола покойства и вернулись к Богу живому. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, «Неведомому Богу, неведомому Богу, всего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Ибо высказал, дорогие афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно наплочны. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому, неведомому Богу». То есть они даже поклоняются незнающим, ну, я тебя не знаю, но я тебя поклоняюсь. «Всего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». То есть они Бога не знают, это одним словом. «Вы Бога не знаете? Я поэтому проповедую вам о Боге». Итак, известная проповедь Афина Павла. Какой святый слава Бога? Его проповедует от двадцать четвертого стиха по двадцать восемь. Во-первых, Бог есть Творец Вселенной. Поэтому Бог не может применять нам двадцать четвертого стиха. Поэтому только Бог достоин принять поклонение от нас. И тем более, Бог не может быть благотворённым храмом живём. А в отличие от идола Бог не живёт так. Есть храм там, храм. Там идол живёт, правильно? Идол живёт. Не живёт, он спит так просто. «Вольная фраза。» Да. Умена, кроме этого прослуживается immense «Пелиняослейка». Тел campatsнега. Умена, norms冷евый. Вы посмотрели? Это Камбодзия. Там Камер Руси, да? Это 2 миллиона людей убили. Это кто? Красный Камер. Полполь. Он убил 2 миллиона людей. В Камбодзии. И там люди стреляют. Если человек умеет писать, и сразу стреляет. Если случайно он говорит какое-то английское слово или нормальное слово, вы его всех страшным образом убили. Страшным. И все убийства происходят здесь, а в храме, близко в храме, да? Идор вот так сидел. Ничего не может делать. Он ничего не может делать просто. Никого не спас. Он так сидел. Он только дома. Даже не может уходить здесь. Идор. Вот это Идор. Бог, в отличие от Идора, Бог всемогущий и везде суще. Аминь. Почему Бог не может жить в рукотворении храма? Почему? Потому что Бог творится все времена. Идор. Он везде суще. Аминь. Аминь. Халявля. Аминь. Аминь. Повторим. Бог, в отличие от Идора, не нуждается в нашей помощи. Наоборот. Потому что Идоры хотят жертвы, деньги и так далее. Но Бог, наоборот, дает людям жизнь, дыхание и кормит всех. Аминь. Бог кормит не только человечество. Бог кормит всех. Твоих. Аминь. 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 В третьих. Идолы мертвые и безучастные. Но Бог всегда присутствует рядом с нами. И тут Бог с нами. Аминь. 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 Бог – это недалекое какое-то понятие. Бог всегда жив с нами. Аминь. Бог. Поэтому Павел сказал. Прошу двадцать 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 двадцать. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Конечно. То, что сейчас мы дышим, думаем, добиваемся и что-то делаем, все это благодаря тому, что Господь даровал нам жизнь. Аминь. 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 Человек думает, что моя жизнь – моя. Но это неправильно. На самом деле, все мы – Божьи. Аминь. Мы все – Его дети. Аминь. 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 Интеллект и на вовленности человек. Человек должен встречать Бога, Своего Творца через веру. Аминь. Аминь. Знание, интеллект, на вовленности. Ничего не значит, они нам не помогают. только вера помогает нам. Мы должны верою встречи Бога. Набоженности. Всему хочется поклонять, Бог поклоняет, Бог поклоняет. Это невидество. Человек должен иметь не набоженности, не религиозности, а веру во всемогущего Бога. Веру в живого Бога. Вера на должности. Религиозность – это совершенно разные вещи. Бог для этого дает нам интеллект, разум, чтобы мы правильно верою встречали Бога. И только тогда человек может найти себя. То есть только верою мы можем встречи Бога. Не через религиозность, не через религиозность. Только верою мы встречим Бога. Человек должен встречи Бога своего творца только через веру. Только тогда он может найти себя. Это и есть мудрость. Притча 9-10 говори там. Начало мудрости страх Господень и познание святого разума. Аминь. Можно сказать, что обвинение – это по-нашему студент вуза. Мы видим, как студенты блуждают в духовном невидестве, и как они блуждают в это изучении. Молодые, способные и красивые мальчики и девочки страдают от пустоты жизни и жажды, не знают, кому поклониться. Вот это мы видим. Многие из них потеряли смысл своей жизни. Смотрите на наших учеников. Очень способные. Красивые. Но они потеряли смысл. Раньше они не знали для чего. Куда. Я верю, что только воскресший Иисус может заполнить их пустоту и быть истинным объектом поклонения для них. Аминь. 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 Только воскресший Иисус, Он может их Господом. Он может дать им новое смысл жизни. Аминь. Аминь. Тогда кто может помочь? Кто? Только учитель Библии может помочь. Господь призвал меня и вас к лету. Пусть Господь через нас спасет много молодых людей от идола поклонников, от пустоты жизни. И дать им новую жизнь. Аминь. Павел сильно и призвал Акфинь. Акфиня. К покаянию. Вместе проще с мсти. Крица. 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 Один. Начнем. Итак, оставляя времена и видения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, который будет пораден судить сильным посредством предопределённого имя Можа. Подав удостоверение всем, воскресли Богу и мира. Давайте еще раз послушаем. Аминь. Аминь. Он сказал, что Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться. Ибо Он уже определил Господа и судью и даже подал удостоверение всем людям. Удостоверение. 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 Что это значит? До сих пор люди могли сказать, что они не знали Господа. Однако, теперь Бог уже дал всем людям явное удостоверение, чтобы все люди могли точно сказать, что Иисус есть Господь и Судья. Аминь. 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 Это удостоверение, удостоверение из Его воскресения из мёртвых. Аллилуйя. Аминь. Давайте еще раз просим вместе. Подав удостоверение всем воскресим из мёртвых. А слово «подав» начнём? Вот так удостоверение всем воскресим из мёртвых. Павел сказал Афинянам, что воскресить Иисус есть удостоверение для всего мира. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотрите. В истории. В истории человечества нет ни одного, который преодолел закон смерти. Аминь. Все люди после Адама умерли и умерли. Без исключения. Но единственное, один Иисус воскрес из мёртвых в славном вечном день. Аминь. 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 Это доказательство для всех людей, что Иисус есть Бог, Господь всего мира. Аминь. Аминь. Иисус Воскреси Иисус есть Бог всего мира. Аминь. Еще в мире существует очень большое количество религий. Буддизм, ислам, дурастратизм, мунизм, индуизм, синтуизм и бесчисленные местные религии. В Корествии появится один человек. Он Бог, но с женщинами гуляет много скандалов. Миллионы людей. Миллионы людей. Религий за ним. Религий, что он Бог. Это уже третий Бог. Столько покорений. В Украине сколько есть. Но первый Бог умел. Но не воскрес. Второй Бог тоже умел. Третий Бог сейчас болеет. В мире бесчисленное количество религий и много богов. В Афина было огромное количество богов. И сегодня в Японии восемь миллион богов. Но ни в одной религии нет воскресения из мертвых. Ни один Бог еще не воскреснет нас в нетленном, вечном, славном теле. Аминь. Воскресение Иисуса в славном нетленном теле. Это есть только в христианстве. Аминь. 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 Удоставление всех. Единственный один Иисус в истории человечества. Он победил закон смерти. Он воскрес на славном теле. Аминь. Аминь. И Он вознесся на небо. Он посыл по правилу всемогущего Бога. Аминь. И Он судит. Аминь. 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 Только один Иисус. Тем более, мы получили эти новости не вчера и сегодня. В течение двух тысяч лет. Воскрес Иисус удостоверяется всеми, как Христос и Господь. Аминь. Аминь. Временное неведение уже давно прошло. Сколько лет? Сколько лет Трамп является президентом Амином? Четырые годы. Сколько лет? Четырые годы. За полтора года. За полтора года все люди в мире знают, что утром президента существует. Правильно? Да. Даже суд по телевизору, он разговаривает с маленьким Ким Чжон. Еще Путином разговаривает. Аминь. Имеется совещание с чеченским Ким Чжон. Правильно. И люди все знают, что он президент. Иисус. Но все люди знают, что президент Иисуса – это трамп. Иисус уже в течение двух тысяч лет удостоверяется Господом и Богом, спасителем, судьём всего мира. Но до сих пор он не знает, что он Господь. Это как он называется? Поэтому временное невидение уже давно прошло. Поэтому Бог ныне повелевает людям уже всем повсюду покаяться. И принять Иисуса Христа своим Господом. Это повеление Бога. Теперь каждый должен оставить идолов и принять воскресшего Иисуса своим Господом. Аминь. Вот это проповедь Павла Афина. Еще, когда мы взираем на воскресшего Иисуса, каждый может верить в Бога живого. Что Бог всемогущий. Бог жив. И каждый может верить в искупительную смерть Иисуса. То есть, Ах, Иисус будучи Богом, Он умер за мои грехи. То есть, мои грехи уже прошли. Аминь. Аминь. Он все мои грехи удалил на кресте. Потому что Он Бог. Аллилуйя. И таким образом каждый может быть уверен в своем спасении. Аллилуйя. 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 Давайте еще раз. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. В занятии 32-33. Услышав о воскресении мертвых, они нас смехали. А другие говорили, ой, об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среди их. Смотрите, проповедь Павла во финале не принесла много плана. Все просто слушали и ушли. О, интересно, давай, в следующий раз. Там не написано, что много людей покаялись в Северной Сухой. Нет. Его проповедь не принесла много плана. Но его проповедь была обещающим даром для всех людей мира. И это была его победа. Это есть победа. Аминь. Это еще, это есть победа воскресшего Иисуса нашего Господа. Аминь. Все люди, почему? Все люди в мире, несмотря на то, кто они по национальности, или какой религии они принадлежат, дальше не знали, что воскресенье Иисуса Господь у всех. Аминь. 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 Воскресенье Иисуса – это доказательство. Аминь. Братья и сестры, нам не надо бояться неудачи. Аминь. 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 Иисус своим воскресеньем удастоверяется Христом и Господом всего мира уже в течение двух тысяч лет. Тем более, воскресенье Иисус недалеко от нас. Он всегда с нами и живет во мне. Мы должны исповедовать Иисуса с вами Господь. И мы дадим свидетельствовать одно и душе, что в Иисусе есть спасение. Аминь. Аминь. Давайте еще. В Иисусе есть спасение. В Иисусе есть спасение. В Иисусе есть спасение. Аминь. Аминь. Пусть Господь сам будет свидетелем для нас, чтобы многие агонцы встречали воскресенье в Иисусе. Аминь. И получили прощение в реху и вечную жизнь. Аминь. Вместе прочтем. Тридцать. Первый. Почнем. Он предполагал нас, значит, день, который будет неправильно судить вселенную. Последствам предопределённого родину мужа, пока он воскресенье всем воскресенье его из мертвых. Давайте спорим с Христосом Союза. Я предполагал нас, день, петь эту песню, дома и на работе всегда. Аминь. Потому что мы должны чувствовать, что воскресенье Иисус сейчас со мной. Он ранен. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.